Здравствуйте! С вами канал Вкусный Огород Барнаул. Идет третья декада мая. Погода стоит очень прохладная, всего 10 градусов. Только что прошел дождик. Но понемногу все растения идут в рост. В том числе и мои многострадальные яблоньки. Хочу показать в каком они состоянии после зимы. К сожалению, очень много повреждений. Вот это основная яблонька, большая, которая плодоносит. Это горнолтайская. Это очень стойкий сорт. И конечно повреждения есть. Но думаю в этом году она даст какой-то урожай. Уже появились у нее бутоны. Вот они. Правда обещают заморозки. Но что-то надеюсь сохранится и урожай будет. На рекордный урожай, конечно, в нашей местности претендовать это сложно. Но все-таки что-то будет. Этой яблоньке несколько лет. Она корнесобственная. Выращена из своего саженца. Который в свою очередь был сделан из прикопанной веточки этого сорта. И вот кроме этой яблони продолжают дальше заготавливать и выращивать корнесобственные саженцы. Вот здесь в уголке участка находится корнесобственный саженец яблоньки. В прошлом году он уже был отрезан от материнской ветки. Вот примерно в этом месте. И видно, что саженец перезимовал хорошо. Как ни странно. Ну здесь такой закуток. Здесь много снега и морозы ему нипочем. И вот он идет в рост. И надеюсь, из этого саженца вырастет еще одна яблонька горнолатайская. Которая будет заменой вот этой старой яблони. Которая уже много лет растет. И лишней молодая яблонька этого сорта не будет. Прошлый год еще была сделана дополнительная прикопка этого сорта. Вот взял отсюда веточку, прикопал ее. Вот она. Еще пока не отрезал. Буду делать это чуть позже. И видно, что эта веточка, этот саженец, он в хорошем состоянии не замерз. Ну потому, что близко к поверхности грунта, снега много и он целенький. Как только немного потеплеет, корешки начнут работать в полную силу. Будет отрезан этот саженец от материнского растения. И будет отсажен на выбранное место. Вот здесь находится еще одна прикопанная веточка. Тоже будет дополнительный саженец. И вот он тоже сохранился хорошо. То есть все, что близко к поверхности почвы, под укрытием снега, сохранилось хорошо. Чего не скажешь о других ветках. То есть с этой яблонькой, конечно, она повреждена морозом. Но более или менее все нормально. Надеюсь, урожай будет. Гораздо хуже обстоят дела с маленькими яблоньками. Вот это тоже корнесобственная яблонька сорта горноалтайская. Саженец был вот сюда отсажен. И вроде бы принялся и начал расти хорошо. Но, к сожалению, видно, насколько сильно он задет морозом. Ветки не все повреждены на 100%. Но очень в значительной степени. Вот кое-где есть живые ткани. Даже вот какие-то листики пробиваются. Но это, безусловно, веточки очень сильно задеты. Будут очень болеть. И эта яблоня, если восстановится, то с большим трудом. То есть выглядит она довольно жалко. Но делать нечего. Ближе к поверхности грунта стволики целые. Вот видно, там уже пробиваются листики. Будут веточки. Ну, сделаю еще несколько прикопок побольше уже. И в другом месте, возможно, снова высажу этот сорт. Хотел, тем более, горнолатайскую разместить еще и на этом вот дополнительном участке. Но эта работа будет делаться в этом сезоне. Надо, чтобы какие-то ветки отросли, чтобы их прикопать можно было бы. Кроме того, на второй половине участка, которая является прибавлением к моему прежнему, были высажены в прошлом году три саженца яблони. Это алтайская румяная, подарок садовода и юнга. Это все очень хорошие сорта. Подарок садовода у меня был. Хорошо себя раньше показывал. Правда, выращивал его в сланцевом виде. Но что-то в таком виде выращивать мне не понравилось. Конечно, яблони гарантированно защищены от мороза. Но хлопот с ними много, неудобно это место занимают и так далее. Все-таки выращиваю яблоньки в кустовой форме. И, к сожалению, эта зима нанесла много неприятностей и этим маленьким яблонькам. Очень хорошо они принялись после высадки. Пошли в рост. Но вот после зимы выглядят следующим образом. Вот это сорт юнга. Видно, что яблоня практически задета очень сильно. Все, что сверху, живого места нет. Вот снизу только, видно, пошли листики. Будут веточки. Делал я, к слову сказать, одну прикопку тоже. Хотел саженец сделать, но он тоже погиб. Ничего с ним не будет. Что буду делать? Буду, конечно, отрезать вот эту негодную часть. Потом заново формировать вот это деревце. Отберу еще 2-3 веточки. Когда они появятся, буду прикапывать. Сделаю новые саженцы. И таким образом буду разводить саженцы на участке. Ну, а пока эта зима сильными морозами отбросил эту яблоньку очень сильно назад. Второй сорт яблони это подарок садовода. Вот она. И дела в нее обстоят. Ну, может быть, чуть-чуть получше. Но это не потому, что она сохранилась лучше. Сохранилась-то она ничуть не лучше. Тоже убита морозом. Вся верхняя часть. Снизу дела обстоят получше. И стволик целенький. Надеюсь, пойдут новые веточки. Но есть один плюс. Делал прикопку тоже этого сорта, чтобы получить саженец. И вот эта веточка уцелела. И видно даже, что она уже наверняка пустила корешки свои. Поскольку растет хорошо. И в ближайшее время буду отрезать ее от материнского растения. И этот новый саженец будет отсажен на другое место. Будет еще одна яблонька. Подарок садовода. А вот эту яблоньку придется восстанавливать и формировать заново. Тут делать нечего. Ждать, что восстановятся вот такие вот ветви. Это бесполезно. Они просто сухие. Их придется отрезать. И третья яблонька сорта. Алтайская румяная. Вот она. Выглядит чуть-чуть получше. Но не намного. Тоже сильно задета морозом. Часть веток вот уже сухие. Часть оживают понемногу. Кроме того, вот у нее тоже делал прикопку. И с ней пока не ясно. Ну, возможно, все-таки она сохранится. И будет еще дополнительный саженец. Ну, как бы то ни было, эту яблоньку формировать будет легче. Больше целых веточек у нее осталось. И надеюсь, с ней будет все хорошо. Должен заметить, что такие суровые зимы бывают не всегда. Иногда все обходится очень благополучно. Ну, может быть, чуть-чуть задевает морозы яблони. Но не до такой степени. Ну, а в этом сезоне, видимо, не повезло вот этим новым яблонькам. Да и старой яблоне тоже нелегко пришлось. Но делать нечего. С погодой не поспоришь. Поэтому буду продолжать пытаться развести яблони на участке. Буду выращивать корнесобственные саженцы. Покупать новые сорта не буду. Эти сорта хорошие, неприхотливые, проверенные. И надо их только развести. А потом уже, надеюсь, они все-таки будут плодоносить. Так что страшного ничего нет. Яблоньки будут расти. И, надеюсь, с ними будет в конце концов все хорошо. В конце пожелаю всем садоводам и огородникам, чтобы у них таких проблем не было. Все росло хорошо. Всем всего самого доброго. До свидания.